55-й чемпионат России по вертолетному спорту завершился на аэродроме Конакова. В этом году из-за ограничительных мер участие смогли принять только отечественные экипажи, но приехали лучшие. Достойную конкуренцию смогли составить летчики нашего региона. За Тверскую область у нас выступает Александр Сафонов и Николай Родионов. Александр выполнил норматив кандидата мастера спорта на этих соревнованиях, и мы очень рады за него. Аэродром Конакова объединил людей всей душой влюбленных в небо. Среди немногочисленных зрителей – члены союза женщин летных специальностей авиатриса и телеведущий, пилот со стажем Леонид Якубович. Ну, во-первых, я ездил много раз, а прилетели мы на Скауте. Это МИ-2 с новым движком АИ-450. Феноменальный аппарат. Если бы кто-нибудь задался целью по-государственному посмотреть, машин осталось в России, наверное, штук тысячи планеров. И бы этот движок лучше не бывает машины. Основная программа соревнований состояла из четырех упражнений – навигация, развозка грузов, полет на точность и слалом. Также в рамках чемпионата состоялись параллельные гонки по развозке грузов. Абсолютным лидером соревнований стал экипаж из Москвы – мастера спорта международного класса Юрий Яблоков и Константин Подоницин – многократные победители Кубка мира по вертолетному спорту. На российском старте соперников было меньше, но уровень мастерства остается на высоте. Чемпионат России и этап Кубка мира впервые прошли в Конаково пять лет назад. За это время капитально изменился внешний вид аэродрома, повысился уровень проведения соревнований. Ну, во-первых, мы, конечно, построили наш основной клабхаус, где могут благоустроенно отдыхать и спортсмены, и тренеры. Это раз. Во-вторых, все-таки у нас сейчас есть полная инфраструктура для чемпионата. Нам не надо мучиться, разбивать площадки. Это все делается там за две-три минуты, буквально перед каждым упражнением. Организаторы соревнований расстроены, что пришлось ограничить в этом году посещение зрителей. Но надеются, что в следующем году в Конаково состоится уже привычный массовый спортивный праздник. Субтитры создавал DimaTorzok